итак давайте продолжим ребят и следующий квест у нас будет квест с музыкантом хотя как следующий квест наш первый квест который мы полноценно сейчас будем проходить тот с дадли и киликой и лектором не считается ребят но он вообще не выделяется сама секретность эй лоид от этого парня исходит какая-то необычная атмосфера может быть это он и есть наш клиент прошу прощения мы спецодела поддержки я ждал вас спасибо что пришли знаете ребят единственный минус этого квеста пока что отсутствие озвучки меня зовут мюллер я являюсь менеджером работающий в музыкальной индустрии империя несмотря на то что мы только что познакомились я надеюсь мы сможем сработаться и понять друг друга менеджер тут он совсем не похож на него да от него больше витает атмосфера sp ну тут скорее всего или security полис или special по лесу то есть особая полиция или это так мне кажется ли где-то я уже слышала подобное имя или что-то подобное а что-то не так да не 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 ничего и так вы не могли бы подробнее рассказать в чем суть дела в вашем запросе кажется речь шла о каком-то пропавшем музыканте дайте угадаю вы как как раз являетесь менеджером этого музыканта да совершенно верно мы приехали в кроссбелл в рамках нашего тура когда я на минутку отвлекся я потерял этого музыканта из виду к сожалению мы находимся в незнакомом городе и я и понятия не имею где возможно я могу его найти я беспокоюсь что мог попасть неприятности это определенно звучит как довольно сложная работенка город кроссбелл все таки большое место да так и есть кроме того сам этот человек немного проблематичны и скажем так в общем могу я вас попросить немедленно заняться его поисками так матвей что ты там говоришь нужно не принимать квесты будет что-то забавное ну ладно попробуй ну мне очень жаль сегодня у нас очень много другой работы какая печаль но если вдруг у вас появится свободное время то я буду очень благодарен если вы все-таки свяжитесь со мной однако это действительно очень срочное дело поэтому я полагаюсь на вас так зайди в тринити так ребят прежде чем взять квест раз попробуем зайти в тринити так стоп старый город ну понятно походу он уже там ну понятно походу он реально уже тут паренек думаю тут мне осталось еще чуть-чуть слышь братан а ты реально хорош в этом даже наверное будешь на уровне ваджи нет даже лучше и похоже у кого-то неплохие тут навыки и все ладно думаю теперь моя очередь да дай мне тоже минутку сейчас подумаю как целиться или куда целиться ну да уже подцепил тяночек эх жаль что шера тут нету чтобы все это видела я хочу попросить вас найти этого пропавшего музыканта как можно быстрее вы можете немедленно взяться за этот запрос можно хорошо поняли расскажите пожалуйста подробнее об этом музыканте которого вы ищете хорошо итак имя этого музыканта Оливия Ленхайм светловолосый мужчина лет двадцати одет в белое и слютней в руках если он несет инструмент в руках то он будет выделяться сильно кажется найти его будет не так уж и сложно если бы это было так просто то мне не составило бы особо труда найти его и вернуть уже видите Оливия скажем так имеет проблематичный характер он сам попадает в неприятности если даже если не просить его об этом ладно и еще он склонен к тому чтобы создавать еще больше неприятностей из маленьких неприятностей ну да мы в курсе вот честно думаю его действительно можно назвать проблематичным человеком понятно надеюсь вы сможете найти его быстро чтобы он что-нибудь не учудил что в итоге может помешать нашему туру хотя не буду слишком сильно надеяться на хороший исход по крайней мере я был бы вам благодарен если бы вы его поймали пока он не создал какую-нибудь проблему а надо сказать глобального масштаба хм какие интересные заявления от его менеджера мы слышим ну во всяком случае мы получили какое-нибудь какое-то представление о том что из себя представляет этот человек а у вас случаем нету никаких мыслей куда бы он мог направиться ну если можно что-то тут сказать он как правило предпочитает большое скопление людей в каких-нибудь не очень благоприятных местах хм он так же любит заходить в разные места и изображать из себя гурмана ну да ребят интересно сколько бутылок он сегодня выпьет который стоит по миллиону то есть по сути он может быть в месте где легко может попасть неприятности или создать эти неприятности ну ну в таком случае стоит прогуляться по старому городу переулку и районе развлечений скорее всего где-то там мы сможем его найти да вполне возможно однако что касается района развлечений то я уже все проверил там вы его точно там не найдете я думаю что он вероятно избегает очевидных мест в которых я могу пойти и поискать его понятно ну если попытаться еще вспомнить оживленные места то сегодня одно из самых оживленных мест это портовый район сегодня же там проводится какое-то мероприятие с Мишей ну это определенно уже сужает круг поисков простите к сожалению я больше информации не могу вам предоставить об этом человеке да нет этого и так достаточно итак давайте приступим к расследованию полагаясь на вас если у вас будут неприятности с тем чтобы привести его сюда можете не стесняться и использовать насилие против него я понял господи да в каких отношениях они но мы уже знаем где он находит что это за хрень так это какой-то мужской голос ребята сейчас говорит не надо только жаловаться этот голос лойд это же так это точно то слэш ты это типа серьезно сейчас сказал если вальд сан продолжит так бухать то это может очень плохо сказаться на его здоровье прямо очень плохо что нам делать тогда но поэтому я тебе говорю что у меня появилась идея как предотвратить это и не нужно так сильно раздражаться из-за этого больше ничего путного придумать не могу разве ты сам не сказал ранее что если он увидит вид с вершины башни то может быть он взбодрится что это за идиотская идея если можно было бы восстановить настроение вальда сана только благодаря тому что мы заберемся на возвышенное место тогда вообще никаких проблем не было уже давным-давно как ты можешь быть таким дураком ты дурак ах ты ж ублюдок ты уже три раза назвал меня дураком ты сам не смог придумать хотя бы какой-нибудь идеи поэтому ты сто раз худше худше чем я чё ты сказал так ладно давай иди сюда сделаем это а ну прекращайте вы это вы ублюдки так что это за вражда между вами да еще до такой степени что вы даже оружие достали это не ваше дело ублюдки это не ваше дело ублюдки ты вообще во всем виноват ваджи это все из-за тебя ублюдок да точно это ты виноват в том что валь находится в таком состоянии сейчас так что ваджи ты во всем виноват так подождите ваджи кун вообще-то ну мы не можем просто так закрыть на все это глаза так сначала мы выпьем все дерьмо из вас да точно да точно давай вместе это сделаем я прикрою что будем делать лойд да не совсем спятили блин ну если все так пойдет и дальше то у нас выбора не будет придется все таки как-то разобраться с этой ситуации взять его под контроль о боже ребят чак крыш будет ой как все печально не правда ли драка ничего не решит она всего лишь сделать ненависть еще больше для всех вас тех кто сейчас не спокойно на душе посвящаю песню это нежная но грустная песня которая может распутывать беспорядочные сердца и помочь людям объединиться в оставляя след небеса хоппадающие звезды яркий как маяк следя за ними о господи Это страсть в моём сердце Это настроение, которое делает мне больно О боже Ребят, вот такое я точно не ожидал А ну заткнись ты тут, блондинчик сраный Э, чё? Ой, а что случилось? Милая кошечка Не видишь? Я тут играю А, прости, ты хочешь мой автограф? Ну, давай я позже тебе его дам И кроме того, если ты будешь меня бить, пока я нахожусь в таком месте Это может быть опасно, я могу упасть Что за хрень ты несёшь? Заткнись уже! Это вообще-то мой магазин Я тут работаю Так что быстро, слезь отсюда Вали к черте Хорошо, я понял, я понял Вали! Всё, упал Эй, блондинчик Ты хотя бы живы или как? Ээээ, издаёт звуки А, ну-ка, он жив Это что сейчас такое было? Все настроение испортили Короче, домой к черту все это Что за тупой блондинчик? Эй Короче, что, забудь о нем, пошли домой И они ушли Ну, полагаю, в какой-то мере он нам помог Ну что ж, похоже, все-таки мне удалось Нет Я, похоже, смог остановить этот конфликт Который вот-вот мог расцвести В этом демоническом городе Господи, что он несет? Музыка моей лютни действительно несет мир и любовь всем Иногда я сам даже пугаюсь своего таланта С вами все в порядке? А то мы слышали какой-то шум, как будто вы там упали и ударились Неплохо так Ой, не нужно беспокоиться, модмуазель Да, он реально использует слово модмуазель в японской версии Такая высота меня никогда не испугает Особенно учитывая, что я человек, который летает по всему континенту Я не боюсь высоты Я вообще не понимаю, что он несет Ну, прошу прощения за небольшую заминку Я вроде немного пришел в себя Так что мы можем продолжать это шоу Так что давайте, наслаждайтесь этим в полной мере Эээ, спасибо, но не надо Эй, Лойтсон Неужели это тот самый человек? Ну, кстати, да Петлые волосы Белая одежда Еще Мюллер Сан сказал, что он довольно проблематичный человек Но На самом деле Все оказалось хуже, чем я ожидал А вы, случаем, не Оливия Сан А, да, совершенно верно Путешественник в поисках любви Несравнимый гений Продяга Музыкант Оливия Ленхай Меня зовут Вам, ребята, сегодня очень повезло Вы стали Свидетелями Действительно Невероятного концерта Великого гения Пожалуйста, отметь этот день в своих сердцах И сделайте его памятью На всю оставшуюся вашу жизнь Эээээээ... Да Так, кстати говоря, откуда вы знаете мое имя? Когда я пришел в Кроссбелл, я еще... Нет, с того момента, как я пришел в Кроссбелл, я еще вроде никому не сказал, как меня зовут. Или мы где-то встречались, может быть, раньше? На самом деле, мы из полиции Кроссбелла, спецотдела поддержки. Мы искали вас по просьбе некого Мюллера Саны. Ну, вы знакомы друг с другом, верно? А, стоп, ребят, так это вы, те ребята, которых столько слухов. Эх, Мюллер, как всегда, беспокоится. Но он же должен понимать, глупыш. Несмотря на то, что мы проводим столько времени в разлуке сейчас, это ничуть не уменьшает нашу любовь друг к другу. У вас что, такие отношения? Не-не, я не думаю, что это так. Нуэль сразу такая загорелась. О, господи. Ну, в любом случае, не могли бы вы вернуться с нами к Мюллеру Сану? Простите, но, к сожалению, я не могу выполнить вашу просьбу. Завтра я буду очень занят. Поэтому я хочу в полной мере сегодня насладиться Кроссбеллом, пока еще могу. Будете заняты завтра. Да, не обращайте внимания на мои разговоры. Однако, ребята, вы не могли бы сделать вид, что меня не видели и пошли своей дорогой. А взамен я могу сделать для вас все, что угодно, если вы закройте глаза на нашу встречу. И что ты собираешься делать дальше? О, это же там бригадир Юлия! Э? Э? Где? Где она? Э, что? А там никого нету. Ну, что ж, с нетерпением жду нашей новой встречи. Э, а ну стоять! О, господи. Иии, он свалил. Не могу поверить, что мы повелись на такой классический обман. Бригадир Юлия ни за что не может находиться в таком месте. Ну и, ну... Эх, он действительно проблематичный человек. И причем даже хуже, мне кажется, чем Лектор. Ну, ладно, думаю, нам придется последовать за ним, чтобы поймать его. Однако, в какую сторону... Нет, однако, куда именно он мог направиться? Ну, думаю, нам стоит пройтись по всем местам, о которых мы говорили ранее. Учитывая, что мы нашли его в первый раз в старом городе, другие места, где он может быть... Нет, куда он мог отправиться, это или гавань, или переулок. Ну, в любом случае, пошли. Так. Привет, кот. Ну что, уже догнал, да? Всяки-сэки прошел. Киноблейды там, байонету. Так. Что он тут сделает? Хм, а тут довольно оживленно. Да, сегодня тут организовали мероприятие, в котором присутствует Миша. Они проводят это мероприятие взамен на то, что люди не могут посещать Мишлен, пока проводится торговая конференция. Эх. Жаль, что Тио Тян нету с нами. Она бы точно захотела бы это увидеть. О, похоже, они собираются устроить какой-то танцевальный номер. Значит, того, чтобы посмотреть, раз мы тут... Стоп, а это же... Да-да, вон он там. Кя-миши! О, боже. А вот этот братик тоже неплох. но ребята давайте все вместе enjoy миши enjoy миши о боже ольве и миши крепко пожали друг другу руки как и ожидалось от миши куны это цивальное читье невероятно снимаю шляпу перед тобой мишище братик а ты тоже неплох а где ты научился так называть а ну я занимался бальными танцами я конечно предпочитаю танцевать с прекрасной дамой но танцевать с тобой тоже было довольно весело думаю меньше и не стоило ожидать от талисмана кроссбелла мишище ты прямо заставляешь меня краснеть какой черт он делает он веселится похоже он ворвался на чужую сцену мюллер сам попросил нас привести его до того как он устроит какие-нибудь серьезные неприятности но похоже это уже невозможно походу меня нашли миши кун прошу прощения но мне придется уйти правда печаль при следующей возможности обязательно посети мишлем хорошо когда-нибудь в один прекрасный день постарайся выполнить твою просьбу прощаться действительно очень болезненно однако нас будут связывать на веки веков сегодняшние воспоминания что мы создали дней и он опять сбежал ну и ну я уже начинаю привыкать к этому но Ну, учитывая, как далеко мы уже зашли, думаю, мы уже можем сузить круг, мест, где он может направиться. Да, давайте последним за ним. Да уж. Салатик, как всегда. Ну, очевидно, ребят, куда он пойдет дальше. Оливерсан? И? А он хорош. Благодарю за внимание. Браво! Хм, братан, а ты действительно хорош. А как насчет того, чтобы играть тут в будущем у нас заведение? Да? Мы даже будем платить тебе за работу. Большое спасибо за такое щедрое предложение. Конечно, я бы с удовольствием согласился бы. Эй, а ну стоять! Опа! Вы опять меня нашли? Вы пытаетесь расслабиться или найти работу? Эх, братан, ты просто невозмутим. Ой, пожалуйста, ну прекращайте. Мне неловко, когда меня так хвалят. Никто тебя не хвалит. На этот раз ты пойдешь с нами. Ну и ну. Вы, ребята, не собираетесь сдаваться, да? Жизнь должна быть более веселой. Вы должны насладиться ею сполна. Может, мне стоит вас познакомить с... Настоящей жизнью веселой. И сыграем вам мелодию, сотканную из любви и преданности. В чем дело, мадмуазель? Хотя такой вздох действительно очень сексуальный. Однако, такие молодые и прекрасные девушки, как вы, не должны делать это на публике. Это что за намеки сейчас такие? Так, для справки я хотел бы сказать. Мюллерсон попросил нас помочь ему. Он также сказал. Приведите его мне, несмотря ни на что. Он даже дал нам разрешение использовать насилие по отношению к вам, если потребуется. Ладно, я понял, все. Я возвращаюсь. Хе-хе-хе. Это улыбка у Эли сейчас. Она пугает. Ну и ну. Все равно уже довольно поздно. Ну ладно, тогда отведите меня к Мюллеру. Я думаю, что будет более лучшей идеей привезти самого Мюллера Сана сюда. А то, чтобы привезти его туда, это может быть довольно хлопотно. и он может опять ускользнуть. Да, так будет надежнее. А то он может опять сбежать. Ну и ну. Вы вообще мне не доверяете, да? И моим словам. В любом случае тогда стоит связаться со станцией. Отлично. Все получилось. Ребята, спасибо большое за усердный труд. Благодаря вам я смог его найти до того, как он не устроил большой переполох. Ну я рад, что мы смогли помочь. Не нужно дальше обращаться со мной, как будто я какой-то предмет. Хотя, когда с тобой обращаются таким образом, на самом деле не так уж и плохо. В этом что-то есть. О боже. Мюллер, милый, надеюсь, ты и в будущем будешь и дальше со мной так обращаться. Заткнись! Ой, прошу прощения. О, нам даже арты завезли. Прошу прощения за этого дурака. Тут у нас с ним долгая история. Он просто постоянно бывает, что немного выходит из себя. И время от времени мне приходится его наказывать, чтобы он знал свое место. Да, похоже, вам приходится нелегко. О, кстати. Отлично. Ну, у меня действительно замечательный друг, который пойдет за мной хоть куда. Ну, полагаю, что это все является результатом того, что я настолько замечательный человек, что за мной хочется всегда идти. Он серьезно говорит такие слова о себе. мне кажется, что этот человек не знает, что такое раскаяние. Ну, да, похоже на то. Ну, позже я тебе устрою хорошую сбучку, так что готовься. не надо, пожалуйста, Мюллер, ну, я ж пошутил. Это шутки. Не могли бы вы, ребята, как-нибудь разрядить обстановку? там еще в скобках у Нуэль было, что типа они действительно близкие друзья. что ж, ладно, тогда мы на этом пойдем. спасибо большое за то, что вы позаботились о моей просьбе, несмотря на ваш плотный график. Да нет, все нормально, это наша работа. в любом случае, будьте осторожны и следите за ним. Конечно. Полагаю, что веселье подошло к концу. Ну что ж, тогда пора прощаться, дамы и господа. Надеюсь, мы еще встретимся, если будет возможность. Да. Но, что касается меня, жаль, что я не смогу посмотреть на этот знаменитый парк развлечений, о котором столько слухов. О, кстати, ребята, вы ведь занимаетесь запросами, могу я вас попросить устроить мне тур? Точно, это отличная идея. Если вы согласитесь, мы так хорошо повеселимся, несмотря на то, что Мюллер, скорее всего, нахмурит брови. Мюллер кон, я ж пошутил. Да, какие невероятные люди, да? на самом деле, мне показалось, что за этими людьми скрывается нечто большее. ну, если мы еще встретимся в будущем, стоит спросить побольше информации о том кто они. Честно говоря, это звучит очень утомительно. Ну, я знаю, что ранее немного поугрожало этому парню, но неужели этот человек тот, о котором я думаю? Если да, то да нет, это не может быть правдой, верно? В чем дело, Элли? Почему ты так молчишь уже на протяжении долгого времени? А, да не, ничего так. Ну, что ж, думаю, на сегодня этот запрос выполнен. Пошли дальше, Ллойд. Да? Так, стоп, это еще не все. Ну, и богиня, какая же ты сволочь. Ты всегда делаешь то, что голову взбредет в такие моменты. ты же сам прекрасно понимаешь, что это за место трос белт. я хотел бы, чтобы ты хотя бы немного начал осознавать свою позицию, свое положение. похоже, я заставил тебя действительно сильно беспокоиться. Мне просто очень хотелось посмотреть город, пока не появилось опять куча дел. однако, думаю, я стал немного лучше понимать, почему этот город называют демоническим городом или городом демонов. Слушайте, ну, вот уже второй раз он говорит вот это слово демонический город, и, наверное, стоит уточнить, что слово, которое он использует для обозначения демона, который я перевожу как демон, можно перевести как демон, дьявол, злой дух, злое влияние или что-то, ну, как бы этим иероглифом можно еще обозначить что-то, где совершаются какие-то сомнительные плохие вещи, ну, да, сомнительные плохие вещи. матвей странно, потому что для обозначения такого слова используется совершенно другой иероглиф. Получается, что это за место, не, ну, все-таки это все-таки немного другое. Короче, как-то так. Я буду его демоническим городом или городом демонов переводить. Там уже по обстоятельствам. И что-то мне подсказывает, что он сейчас работает под прикрытием. Ну, что ж, по крайней мере, ты собрал хороший урожай. Ну, благодаря тебе, Мюллеру, я действительно смог встретиться сегодня с интересными людьми заранее. Кстати, а как продвигается подготовка сам знающего? Я уверен, что в мое отсутствие тебе удалось получше сконцентрироваться и сделать работу. Да, я уже связался с ними. При этом наш график немного изменился, и мы задержимся из-за тебя. тогда стоит поспешить. Не стоит же прекрасных дам заставлять ждать слишком долго. Конец. да. Кстати. Мне вот интересно, а где у них встреча произойдет? Вряд ли вот в этом ресторане, который, типа, слишком сильно привлекает внимание, но я зайду в него. Да. Ну, ребят, как вам квестик? Я просто доволен. Нам еще Arctic завезли, который эксклюзив для Evolution версии, так что вообще довольны. я его поставлю на обложку. Так. Давайте дальше пойдем немного расслабимся и пройдем квест, где нужно там уничтожить монстра. Так, нам нужно на восточной дороге. Да. не ну салатик в пати не будет это очевидно было бы слишком как короче как обычно начнем с левой стороны вы все любите лево проверим левую сторону нет потом правую по идее где-то здесь пою хорошо что и закупился а теперь можно пожалуйста какой-нибудь без клаудии и тогда вообще будет довольно сегодня уже как бы завтра у нас уже торговая конференция так что хотя кто знает может завтра потому что у нас еще тогда у нас квест тренировка с брейсерами а поиск кошки и как бы все но может в везде с кошкой она появится ничего а вот и он а вот и наш клиент а сторону вряд ли конечно но интересная мысль а вот и алиса жанейка так девочки кстати точно велую а блин у них еще confusion рэнди жопу поднимай сейчас нужно использовать ульту ну или все из того что мне нужен анализ придется подождать а а а и и и и и и и по о тактическая книга мы получили тактическую книгу похоже она очень хорошо подходит под стиле рэнди и нуэль не так ли ну что ж тогда нуэль попробуем да так ну или рэнди освоили комбо крафт following raid отлично ну чё ребят рыбалка мы поймали там рыбу больше 130 можно пойти и просить вызов тайтян пошли а твою же птицу за ногу такси с и киоски на выгодами сад и и и и и и рвана нельзя было чуть раньше написать Ну что, стоп. а там просто место рыбалки другая сторона не я говорил именно пойти к той тянке как бы вне стрима я уже поймал только 17 типов рыб 17 так все посмотрю в этой локации какие рыбы есть если они мне нужны так посмотрим так это уже есть это уже есть это уже есть а мне ничего отсюда не нужно я все рыбы уже поймал тут водится 4 типа рыб которых уже поймал ну для того чтобы пройти квест нужно поймать 29 рыб уже 17 есть так что нормально там просто очень много списке рыб которых я пока что не могу ловить потому что нету удочкой на эту удочку я смогу взять после того что вот одного чувака победить так ладно так кто-нибудь помнит а где там была татьянка старая дорога арморика а это тут где-то место отдыха где-то в этой стороне было я салар я уже там был и купил а ту штуку за 5 сожалению не помню я брал ее короче надо будет сходить потом спасибо что напомнил потому что я заходил там к ним за наживками да да точно кстати у нас сколько ну 6 косарей не так очень много а вот и она ну чтож погнали показать рыбу ну чтож тогда позвольте мне проверить ваш рыбацкий блокнот понятно да похоже вы действительно смогли поймать крупную особь которая больше 130 рек и так ну чтож тогда настало время долгожданной дуэли со мною на самом деле все довольно просто наше состязание будет состоять из трех раундов три раунда у тебя три шансов которыми ты должен воспользоваться чтобы победить условия победы ну точнее ну точнее нет победителем становится тот чья сумма трех уловов окажется больше всего ага ага бросить вызов ну погнали как бы вроде звучит ничего сложного ну что ж хорошо я покажу вам насколько вы невежды ни на что не способны ни на что не способны ни на что не способны Бер было пожёстче ну что ж тогда прошу простить меня я первая давай отлично хороший улов так ага эль 85 ну что ж моя очередь так ну погнали пусть мне повезет ну давай ну давай ну давай ребят что-то большое походу будет ну сойдет как бы ладно не такой же большое но все равно больше чем у нее это уже хорошо неплохо однако не стоит увлекаться тория давай отлично да блин 104 ладно можно краба использовать как наживку ну давай я с потом другого поймать есть пирать у кстати вот этой рыбы у меня не было списке я должен был ее поймать но называется пару руку пару руку отлично я доволен мы довольны неплохо однако не стоит увлекаться твою жопу да ты издеваешься как бы блин чё за дичь так чтобы еще попробовать что-то 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 полин 91 ну чтож а теперь перейдем к сравнению размеров есть ребят мы победили у нас 320 у него 300 у нас длине больше отличная какого черта ну все ребят первый босс побежден и кстати по сложности из всех четырех она на третьем месте да как такое возможно я никогда не думала что меня смогут так одолеть ну ладно я все же рыбак я могу признавать свое поражение когда она наступает вот возьми это так вы получили медаль принцесса драконов большое спасибо ну что ж тогда в соответствии с правилами клуба рыбаков имперского клуба рыбаков я признаю вас убийцей тусе убийцей принцессы драконов причем они используют именно английское слово kill киллер однако не стоит слишком увлекаться этим как бы ты ни старался ты ни за что не сможешь сравниться с лейк лордом сама по сравнению с ним вы лягушка в колодце а может павлин в колодце нет этот как его называется короче жук разновидность жука я забыл как называется правильно а вот точно вспомнила выводная блоха и не салатом она сама не могла вспомнить название жука так что да водная блоха да нормально я наказал не ну чё нормально так ну что ж погнали пробовать следующего то для того чтобы бросить вызов одному вакуум мне нужно пиранью пиранья где а разве не поймал поранью мне казалось что я нет не поймал правда для того чтобы ее поймать нам нужна наживка косагири или раб ну саларт пока что он сойдет все равно если что мы убежим если он не будет справляться денег просто нету ты видишь мы сами бомжи так что когда будут деньги лишние тогда можно потратить ну что ж ребят этот квест рыбалки оказался не таким уж и сложным и душным как говорится разговор то был крики паника астер да но там она копить и Ха! Доку не иконка. Саа, икзо! Ёшш, цуида зо. Так. Ну же, я втрою. Так. Это для ваджа. Мини-аквариум за 5 косарей. Пару наживок. Так, ну вот, собственно, рыбу можно продать. 250, 100. Ну, типа, реально копейки. 50. 50. Куда ещё не пускают. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 51. 51. 51. 81. 53. 53. 54. 55. 54. 55. 55. 50. Так, поймал. А, хотя вот, да, тут водится дворянский карп, которого у меня нету. Его, по идее, можно поймать вот на этом. Есть. Увы, это не то. О, вот он. Хм, ладно, это было быстро. Так, ладно, нам нужно пойти поймать раба белого. Так. Ну, например, можно в городе пойти за ним. Сейчас, стоп, а что насчет других персонажей, которые можно бросить в вызов? А, вот как раз-таки для одного чувака, чтобы бросить ему вызов, нам нужен как раз-таки этот карп. Мы его поймали. Так что погнали. Сразимся. Он находится в Майнс. Так, он, наверное, где-то есть. Привет, Рандом. Во-первых, это не Nintendo Switch, это PlayStation Vita. Она намного более слабая и старая. Так что, да, RTX на PS Vita. В 2014 году игра вышла. Блин, слушайте, а скоро ей 10 лет. Ну, а так, да, и Растов прав. Вот что значит, когда руки растут из правильного места. Даже мощное железо не нужно. До свидания. Не, ну вот, что-что это, серьезно. Те ребята, которые делали эти отражения в воде в этой игре, просто великолепно. Потому что вот за что зацепляется глаз в этой игре, когда ты видишь воду. Как раз-таки за это отражение. Вообще вода тут прикольно сделана. Так, походу, это в другой стороне. Вот там. А в 2023 году в некоторых играх до сих пор не могут сделать отражение в зеркалах. Нет, нет, салат. Тут это нет, нет, не работает уже. Не издеваетесь. Тут, 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 тут. Так что, Солар, в этой части можно не беспокоиться. В этой части как бы на отношения с персонажами влияют эти разговоры с ними. И вентики. Поэтому тут есть больше смысла общаться с народом, как мы делаем. По всему городу. Потому что это повышает очки прокачки с ними. Причем не только с нашими сопартийцами. Все. Больше ничего не скажу, не буду говорить. Но я думаю, намек понят. Концовок в этот раз, походу, будет больше. Хотя это не факт. Буду надеяться, что да. Астар, оставлю на твое воображение. А вот и он. Солар, ничего не знаю, не буду спойлерить. Хм. А вы... Господи, какой он стильный. Меня зовут Ллойд. Я из гилдии рыбаков. А вы из имперского рыболовного клуба, как я понимаю, да? Оф-корс. О, господи, ребят. Короче, если тут персонажи будут вставлять английские слова или другого языка, я их не буду переводить, а озвучивать так, как есть. Чтобы вы крыжанули так же, как и я. Я элеганто энд стайлишу гай. О, господи. Из четырех небесных королей, мастеров, рыбаков. О, боже. Итак, вы, ребята, хотите челленджу ми? Господи, какой кринж. А, господи, эта фраза еще хуже. А, хотя, ладно, тут не все так плохо. Угу. Но сначала, чтобы, собственно, бросить мне вызов, вы должны поймать most beautiful fish in Crossbell. О, господи. Салар, да, к сожалению, к сожалению, да. И это грустно. Так, вернемся к тексту. Эээ, самую красивую рыбу в Crossbell вы хотели сказать, да? Ну, сначала вам придется финкинг. Осторожно. О, боже. Я буду вейтинг здесь. Да. Собственно, вот как у японцев, да. О, боже. Давайте покажем ему эту рыбу. А теперь, позвольте, чекинг, фишинг, ноут ваши. Я еще специально чуть-чуть акцент добавляю, потому что он тут нужен. Да, но был карп. Это... Crossbell most beautiful fish. Мы бандиту гангстериту. Ну, кстати, да. Грейту. Так, стоп. А тут он что хочет сказать? Ладно. Грейту. Бюрио. Эээ, спасибо. 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 Всегда пожалуйста. А теперь, настало время для... Эээ... Блин. Ну, тут не получится сохранить еще английский. Короче, настало время для баттлу. Это будет состязание красоты. Давай посмотрим, кто из нас сможет... Эээ... Поймать более большой сайз. О боже. Блин, как же это сложно. Давай узнаем, кто из нас вининг в состязании прайс-файту. Я не понял, почему тут слово прайс. Ладно. Наверное, что-то... Что-то для своих. Эээ... Чансу уон тайм. Эээ... Побеждает тот, кто поймает... Эээ... Эээ... Более длинную рыбу... В сумме. Все, мы поняли. Давай начнем уже. Блин, он реально мозги взрывает. Эээ... Грейто. В таком случае... Пайто. Бу-гага. Эээ... Давай... Бегининг... Битву. Ну чё, ребят? Бегининг стрим весело фан? Да. Бьютифул. Отлично. Тридцать пять. А-а-а-а... Так вот оно, что... Причем тут прайс? Прайс имеется ввиду, типа... Не самую длинную рыбу, а самую дорогую рыбу. По общей сумме. Ой, блин. Ладно. Ну что ж, начнем. Давай у ток... Эээ... Ну, Солар, хорошая идея, да. Да, блин. Всё. Автопроигрыш. Так. что это случаем не легендарная рыба а нет это не легендарно лотой лосось сколько он стоит а можно я реально продам его по такой цене если да то я сейчас приду сюда и буду ловить их если это так экспенсив а все я победил и по и все ладно неплохо ты действительно бьютифл по красава ну чтож в доказательстве твоей победы я презенту тую дис медару медаль спасибо спасибо безумный отныне ты будешь известный как безумный охотник на воде или на воду просто если что у него титул любитель воды кстати да безумец воды или водяной безумец или как-то еще можно перевести т по сути тут используются иероглифы которые обозначают человек который просто одержим водой так что можно еще одержимый водой так что мы получили титул охотник на одержимых водой ладно это безумие какое-то однако не забывай что ты победил меня только ван тайм однако ты должен продолжать по рище нгу йор бьютифун эээ да о господи ну ребят я надеюсь вы смогли понять весь кринж если честно если бы я тупо переводил с обоих языков не парись сохранять англицизм был бы легче но эффект не тот так что нужно было пострадать немного ну шутки шутками но когда я иногда слышу местные итальянские песни которые блин там совместили очень много англицизма с итальянским языком это звучит типа блин есть нормальные примеры но то что сейчас поют современные итальянские рэперы это просто говнище я думаю вас не лучше хотя кто знает так ну что все думаю но пока что здесь можно остановиться и продолжение следует все мы порыбачили сегодня успешно двух одолели из четырех перед тем как завалить пятого так что да ну как я уже говорил пятого мы сможем завалить только в четвертой главе а и четвертого тоже к сожалению четвертый человек тоже появится аж четвертой главе так что да ну ребят i believe вы кринжанули beautiful господи ладно все продолжение следует а а а а а а а а а